День с толком 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 Каменского района Напомним, он обвиняется В препятствии Законной предпринимательской Деятельности Ближайшее судебное заседание Пройдет 7 ноября Если суд Не восстановит его В должности Правительство назначит Нового главу За 9 месяцев Бюджет края освоен На 70% В краевом правительстве Обсудили Как министерство Осваивают казенные деньги Выяснилось Что в лидерах Минсельхоз Потрачено почти 90% Бюджета А вот хуже всех В этом плане Работает Министерство цифрового развития Почти 20% А вот чем можно гордиться Отметили чиновники Это работа по нацпроектам На эти цели Край осваивает 17 миллиардов рублей Из федерального бюджета Живу в ощущениях Того, что По всем национальным проектам Где мы должны были Получить деньги И их освоить Мы все выполним В полном объеме Несколько объектов У меня вызывает Некоторые сомнения В частности Там по Каменскому детскому садику По городу Один объект Вячеслав Федеринович Присаживайтесь Да По городу Один объект Но это вызывает сомнения Но я думаю Там все идет По крайней мере К тому, чтобы Выполнить В полном объеме По итогам 9 месяцев 2019 года В краевой бюджет Поступило Почти 33 миллиарда рублей Налоговых и неналоговых Доходов Что на 4% Или на 1,2 млрд Больше, чем За аналогичный Период прошлого года В целом Доход краевого бюджета Составил 75 миллиардов рублей Расход На полмиллиарда Больше Также на заседании Обсудили создание Новых учебных мест В школах края Дело в том Что к 2025 году Школы края Должны полностью Перейти на первую смену Сейчас так учатся В основном Только первые классы И выпускные Для полной ликвидации Второй смены В образовательных учреждениях Не хватает мест Для 50 тысяч человек Поэтому на Алтай Планируют построить Еще 85 школ Некоторые из них Возможно Будут вмещать Тысячу И даже Две с половиной тысячи Учеников Вместо 550 Сегодня в Барнауле На пешеходном переходе Насмерть сбили женщину Авария произошла Утром На улице Советской армии По одной из версий Причиной ДТП Мог стать Гололед Продолжит Валентина Аскерова Сел за руль До конца не прогрел машину И по газам В результате погибла женщина Водитель Тойоты Не заметил ее На пешеходном переходе Она скончалась На месте происшествия Авария произошла В 8 утра На дорогах Местами был гололед А машина Еще и на летней резине Шиномонтажки города Пустые Автомобилисты Не спешат Перебываться По традиции Берегут резину Много людей Еще не переобулись Ждут все снега Ну я думаю Уже пора Как бы Потому что Гололед будет Не дай бог Пешеход какой Дорогу будет переходить Лучше уж заранее Заранее действительно стоит Снег еще не лег А на дорогах Уже гололед Риск ДТП Увеличивается в разы Синоптики рассказали Что тепла В ближайшие дни Не будет Напротив 8 и 9 ноября Алтайский край Накроет шторм Так что беречь шипы Рискуя чьей-то Жизнью Явно не стоит Но и пешеходам Тоже следует О себе позаботиться Переходя дорогу Смотреть по сторонам А не в телефон И носить Светоотражающие элементы Переходите дорогу Идете по обочине Или краю проезжей части Надевайте Светоотражающий жилет Он спасет вам жизнь Особенно в темное время суток Если не нравится жилет Есть альтернатива Например Светоотражающие полоски Их можно наклеить на рюкзак Или надеть на руку Есть и брелки И забавные смайлики Которые сделают вас заметнее На дорогах Валентина Аскирова Александр Антропов День с толком Здание Старого базара Откроют 30 ноября Это будет техническое открытие Сообщило руководство Обновленного рынка А торжественное Запланировано на середину декабря При этом традиционные Торговые ряды рынка Разместят на втором этаже здания А первое дадут Под фудкорты и магазины Каждый бар на улице Сможет приобрести здесь мясо Наших крестьянских хозяйств Частных фермеров Это будут продукции Частных сыроварин Это будет наш знаменитый Уже на всю Россию Алтайский мед Продукты пчеловодства Сейчас внутри заканчивают отделку Эскалатор и лифт уже смонтированы Снаружи обустроена парковка Напомним, здание рынка Построили еще в 1986 году На месте старинной рыночной площади В последние годы Оно почти не использовалось Масштабный ремонт Стартовал в 2017 Добавим, что рыночные ряды здания Вокруг здания преобразились Торговцы переехали в крытые Всепогодные павильоны Счастливая жизнь у многострадального енота Из зоомагазина Возможно, начнется не скоро Моя коллега Ирина Корчагина Поехала сопроводить Животное из магазина в зоопарк Где его решили приютить Но неожиданно начались сложности Через контролирующую организацию Пишите Пусть меня штрафуют Пусть проверяют Пишите Это ваше законное право Покупка уже заключена Все совершено Мы не можем продать товар Как вы говорите Товар, да? Пусть это будет товар Это живое существо А как вы докажете, что у вас заключен Договор о том, что вы его продаете? На основании требований Если вот придет ко мне судья Полиция скажет Предоставьте мне следующие документы Но почему до этого нам говорили Что вы не можете его отдать Подождите, вы только что сказали Я вам могу показать свою корочку Вы покажите тоже документы свои Если вы в сетях напишите, что у нас в магазине все хорошо Вы пойдете продадите Вы продадите Есть согласно потребителей Мы находим человека, который будет из семьи Он уходит в семью Только для того, чтобы избежать вот этого всего неприятного зрелища Не знаю, как это назвать Шоу Вы себе ставите лайки Я не знаю, как вы себе зарабатываете Мы нашли человека Мы нашли семью Женщина у нас покупала енота несколько лет назад Этот человек активный Этот человек в соцсетях Это волонтер Мы сразу решили, что это хороший вариант Мы все ими доверяем Домашние животные, которые выведены в дом Они умеют работать с животными И с домашними, и с дикими Они компетентные люди Вы мне обещали прийти на встречу один-один Это что? Вот это? В середине беседы оказалось, что еноты Кто-то уже вчера купил Представители хоккейного клуба «Динамо» посмотрели договор Который, ну вообще, по их словам, является какой-то фикцией То есть без каких-то подписей Скорее всего, юнот так и не переедет в зоопарк А, ну это женщина, еще руководитель магазина Она аргументирует отказ с продажи тем, что в зоопарке его убьют Что с ним будут плохо там обращаться Завтра узнаем, чем закончилась эта история А на сегодня это все Через несколько секунд о погоде Спонсор прогноза – компания «Валар» Подписывайтесь на наш канал в соцсетях И хороших вам новостей!